Здравствуйте, я Андрей Блохин и я представляю вам спортивные новости БРИКС. В континентальной хоккейной лиге открылся рынок свободных агентов. 1 мая состоялось сразу несколько значимых сделок. Финский вратарь Юха Мецела свинил Хабаровский Амур на уфимский Салават Юлаев. Также дальневосточники потеряли Олега Ли с Алексеем Бывальцевым. ЦСКА пополнил призер Олимпийских игр канадец Линден Вэй, а из финского чемпионата в Россию перебрались сразу несколько игроков Кярпета, ставшего недавно чемпионом. Президент Бразилии Мишел Темер принял приглашение посетить чемпионат мира 2018 года по футболу, полученный от российского коллеги Владимира Путина. Приглашение распространяется не только на открытие, но и на все матчи чемпионата мира. Сборная Бразилии на групповой стадии турнира сыграет против команд Сербии, Швейцарии и Коста-Рики. Полузащитник Барселоны Андрис Иньеста получил предложение о переходе в китайский клуб Чунцин Лифань. По информации источника испанцев пообещали зарплату в 27 миллионов евро в год, что сделает его одним из самых высокооплачиваемых футболистов мира. Клуб готов подписать с игроком трехлетнее соглашение. Также Чунцин Лифань выкупит 6 миллионов бутылок вина, которые производит принадлежащая инвестия компания за 36 миллионов евро. Один из клубов чемпионата Китая, название которого не раскрывается, готов предложить пост главного тренера Арсена Венгеру, сделав его таким образом самым высокооплачиваемым наставником лиги. Сообщается, что сам француз, которому 68 лет, хотел бы продолжить карьеру во Франции или в Испании. Отметим, что на заре своей карьеры Венгер работал в другой азиатской стране, в Японии. В сентябре в Китае состоятся два предсезонных матча между Бостоном и Калгари. Об этом сообщает пресс-служба национальной хоккейной лиги. 15 сентября команды выйдут на лед в Шэньчжэне, а 19-го в Пекине. Напомним, что в прошлом году впервые состоялись матчи НХЛ в Китае, Лос-Анджелес и Ванкувер провели две игры перед стартом сезона. Спортивные новости подошли к концу, но спортивная жизнь продолжается, так что будьте в форме.